Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о трансферной саге вокруг Куинси Промеса, который все-таки переходит в московский Спартак. Сегодня представитель пресс-службы красно-белых фетисов подтвердил то, что Промес влетает в Москву и в ближайшее время пройдет медобследование. Ну и на фоне всего этого остается лишь один вопрос. А сколько будет стоить Промес московскому Спартаку? Во сколько обойдется этот трансфер? И вот в последнее время в голландской прессе появилась информация, что сумма составит от 7 до 8 миллионов евро, что, конечно, куда ниже предполагавшейся изначально суммы. Потому что там были разговоры про 12, чуть ли не 16 миллионов. И вот, пожалуйста, как все резко поменялось. Ну и на фоне этого мне стало интересно, а что думают голландцы об этой трансферной саге и об этой сумме, которая кажется действительно слишком маленькой. Каковы их комментарии и какова их реакция? Я зашел в соцсети зарубежные и собрал самые интересные комменты голландских фанатов на данную тему. Ну и сейчас, понятное дело, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! В общем, трансферная сага с Куинси Промесом постепенно закончилась. И таким образом букмекеры, которые совсем недавно принимали ставки на то, перейдет Промес или нет, сейчас они, скорее всего, уже снимут эту ставку со своих линий. При этом хотелось бы отметить, что у вас по-прежнему есть хороший шанс неплохо заработать на этих самых ставках. Как? Ну для этого вам нужно перейти на сайт нашего партнера, компании Балтбет, которая будет проводить специальный конкурс. В течение трех дней после вашей регистрации вам будут приходить специальные ставки от самого букмекера, на которых вы можете заработать до 15 тысяч рублей, ничем не рискуя. Нужно просто принимать вот эти ставки, которые предлагает вам букмекер, которыми вы можете воспользоваться. Ну и для этого, для того, чтобы получить, так скажем, этот бонус и поучаствовать в этой акции, проходите по ссылке в описании и вводите промокод, который указан в описании и в закрепленном комментарии к данному ролику. В общем, дерзайте, проходите на букмекерскую контору Балтбет и начинайте зарабатывать. Ну а мы возвращаемся к основной теме, к Куинси Промесу. Что же здесь написали голландцы? Тим Вельден написал, месяц назад мы могли продать его за 12 миллионов. Ну вот, Овермарс поторговался и теперь мы продаем за 7. Отлично, пусть поторгуется еще и через неделю мы будем еще и доплачивать Спартаку. Ну что ж, Марк Овермарс это директор Аякса, который ввел, так скажем, эту сделку, этот трансфер. И, конечно же, здесь не особо довольны голландцы тем, что могут получить вот максимум 8-7 миллионов. Они, конечно, рассчитывали на большее. Тем более, что действительно начиналось все со слухов о том, что 12 миллионов именно такая будет трансферная сумма при переходе Промеса в Спартак. Арман Бейерс написал, все логично, чем ближе суд, тем меньше стоит Промес. Скоро мы его бесплатно отдадим. Ну, посмотрим. На самом деле, спартаковские фанаты будут не против, если игрок перейдет вообще бесплатно. Но это маловероятно, даже с учетом вот этого судебного заседания касательно Промеса и касательно конфликта с его близкими, который в итоге послужил началом для целой вот этой уголовной истории. Ян Кранебок написал, купили за 16 миллионов, продаем за 7 или 8. Овермарс, ты молодец. Ну, понятное дело, что сейчас Марка Овермарса будут критиковать. Юпель Картербан написал, Промесу нужно самому доплачивать. Он больше всех заинтересован в переезде, чтобы не сесть в тюрьму. Ну, посмотрим, может быть, его выдадут голландскому правосудию в случае чего. Вообще, конечно, неприятная ситуация, но хотелось бы отметить, что Промес, если он действительно виноват в этом, скажем так, инциденте, если он действительно накосячил, ну, по-хорошему, он должен пристать перед правосудием. Поэтому здесь Спартак в каком-то смысле рискует тоже, покупая игрока, который может через некоторое время оказаться просто за решеткой. Сузан Дженитс написал, Ну, то есть, с каждой новостью, с каждым новым слухом касательно трансфера Промеса, действительно, его стоимость постепенно снижается. И такими темпами, может быть, Промес вообще за копейки перейдет Спартак. Посмотрим. Может быть, Промес в итоге будет стоить меньше, чем Кокорин, отправленный Фиорентину. Стэф Вермер написал, Спартак продал его за 20 миллионов, а купит обратно в три раза дешевле. Я уверен, Промес участвует в этом сговоре. Он специально плохо играет последний год в Аяксе, а также специально устроил суд, чтобы сбить свою трансферную стоимость. Он вернется в Россию, заиграет так же здорово, как раньше, и получит бонус от Спартака за качественно проведенную операцию. Но прям операция ФСБ целая получается, по мнению голландцев. Мириам Бакер написал, Спартак уже проиграл первый матч после зимней паузы и вылетел из Кубка. Был бы Промес, возможно, они прошли бы дальше. Думаю, это поражение Спартака заставит русских согласиться на наши условия. Они понимают, что Промес им очень нужен. Ну вот голландцы тоже следят за ситуацией в Спартаке. Ну и возможно, возможно, вот это поражение от Динамо действительно как-то простимулирует процесс перехода Промеса. Ну, собственно говоря, сегодня вроде как игрок уже должен приехать в Москву и, соответственно, пройти медовследование. Возможно, действительно, команды пошли навстречу друг другу после вот этого недавнего неудачного матча Спартака. Потому что появился дополнительный повод у красно-белых подписать футболиста. Ну и голландцы тоже, конечно, хотят как-то решить этот вопрос с Куинси. Вим Ван Виллиген написал, «Жаль, что карьера Промеса в Аяксе заканчивается так нелепо. Первый сезон был очень хорош». Ну, в первом сезоне Промес действительно был неплох, но вот дальше пошел на спад. И на фоне этого спада Промес возвращается в Россию. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok